Итак, добрый день! Сегодня мы с вами посоздаем различные варианты сложных лестниц. В предыдущей части мы с вами научились разбираться, какие лестницы вообще у нас бывают в стандартных наборах семейства, а сегодня мы их посоздаем, ну, уже сложные. Если вам нравится мое видео, не забывайте подписываться, это очень-очень приятно. Итак, поехали! Итак, первый тип лестницы, который мы с вами будем рассматривать, моделируется он достаточно просто. Ну, так же, как на самом деле и все остальные, как только вы поймете, хронологию действий. Что, зачем следует вообще, что, где располагается. Я сразу же настроил свой этаж, ну, во-первых, переименовал уровни в этажи и представил высоту этажа 3 метра. Обычно это стандартные домики, с которыми я работаю. Что касается, нам для лестницы нужно знать несколько показателей. Первый из них – высота подступенка. Ширина проступи нормированная по ГОСТу. По ГОСТу высота подступенка у нас с вами подбирается, ну, точнее, не так. Лестница подбирается относительно высоты нашего этажа, и высота подступенка подбирается тоже относительно высоты этажа. По ГОСТу это от 120 до 250 миллиметров. Мы подбираем оптимальное число, на которое делится высота нашего этажа. Итак, давайте приступим. При высоте этажа 3 метра наиболее пропорциональная лестница будет с высотой подступенка 150 либо 200 миллиметров. Давайте настроим. Мы будем с вами работать с частными нашими лестницами. Я перейду на план первого этажа. Кладка архитектура лестницы. Здесь у меня присутствует частная лестница, которую я выбираю. Здесь это в панели свойств. Дальше, что мне необходимо настроить для моей лестницы. Минимальные ее габариты. Самые приемлемые для нашего малоэтажного жилищного строительства. Ширина марша лестницы. Минимум 900 миллиметров. 900 миллиметров. Нажимаю изменить тип моей лестницы. Я могу скопировать данную лестницу, если вам нужна стандартная. Либо на данный момент все лестницы у нас все равно создаются собственноручно для каждого проекта в отдельности. Поэтому я могу применять настройки такие, какие я захочу. Максимальная высота подступенка. Давайте сделаем лестницу со 150 в высоту подступенка. 150. Минимальная ширина проступа. Минимум может быть 250, но стандартно 300 миллиметров. 300 миллиметров. Минимальная ширина марша. Он должен быть не меньше, чем лестничный марш. И соответственно тоже 900 миллиметров. Все остальные настройки пока меня не интересуют. Нажимаю применить. Окей. Смотрю в панели свойств. Во-первых, откуда и докуда доходит моя лестница. По поводу лестницы сразу же с первого этажа до последнего мы с вами еще поговорим. Я смотрю базовый уровень. Давайте раскрою менюшку, чтобы всем было видно. Я смотрю базовый уровень. План первого этажа. Она будет строиться у меня до плана второго. Окей. Требуемое количество подступенков. 150 делим на 3. Получаем 20 подъемок. Программа сама мне их подобрала. Текущая высота подступенка 150. Текущая ширина проступен. Вбиваем тоже 300. Все остальное пока нас не интересует. В панели наше рисование мы с вами можем создать прямую лестницу. Винтовую. Винтовую по центру и конечным точкам. Забежная Г-образная. Забежная П-образная. Давайте сначала поработаем со стандартной лестницей. Опору и площадку я пока не строю. Нажатием левой клавиши мыши у меня с вами привязался базовая точка нашего марша. Давайте нажму клавишу Escape. Я еще вам не показал. Там где мы с вами настраивали ширину нашего марша есть возможность выбора привязок, которые необходимы нам для построения нашей лестницы. Это может быть наружная опора слева, марш слева, марш центр, марш справа, наружная опора справа. При частных лестницах наружная опора справа и марш справа отличаются, если у вас присутствует тетива либо косаур. Вы это должны учитывать. Я на данный момент, так как учимся мы с вами строить различные виды лестниц и редактируете, базирует за марш центр. По молчанию он у вас такой и есть. Нажимаю левую клавишу мыши, строю лестницу, могу построить вверх. В данном случае в вертикальной плоскости могу построить в горизонтальной, мне без разницы. Я вижу на то, что у меня откладывается количество подступенков. Если бы я строил лестницу двухмаршевую, трехмаршевую и прочее, то я бы откладывал необходимое количество мне подступенков. И дальше уже строился у нас бы марш. Но мы это сейчас с вами увидим. Давайте посмотрим сначала, как сделать лестницы одномаршевые сложного эскиза. Я откладываю полностью количество моих подступенков. 20 создано, 0 осталось. Я это вижу. Нажимаю левой клавишей мыши. Нажимаю клавишей Escape. Подсвечиваю свою лестницу. На данный момент, чтобы ее изменить, сколько бы я раз на нее не нажимал левой клавишей мыши, я ее изменять не смогу. Чтобы перейти из обычной лестницы стандартной, которая делает проект, в лестницу по эскизу, мне нужно при подсветке марши моей лестницы или лестницы целиком воспользоваться функцией преобразования. При помощи данной команды, лестница, сделанная автоматически, преобразуется в лестницу по эскизу. И мы с вами собственноручно сможем ее редактировать, достраивать и перестраивать. Преобразовать. Здесь комментарий о том, что лестница будет преобразована в лестницу по эскизу. Могу просто нажать крестик, либо функцию закрыть. Вроде бы чудо не случилось, но теперь у нас стала с вами активная команда редактировать эскиз. Нажму ее. Функция редактирования эскиза. И мы с вами перешли в эскиз нашей лестницы. Зеленые линии означают границу нашей лестницы. Черные линии означают наши подступенки. Грубо говоря, это опора. Ну, не опора, а высота подъема над прошлой нашей ступени. Направление марша это синяя линия. Я могу их удалить все и перечертить вручную. А могу отредактировать то, что мы с вами имеем. Я продлеваю на необходимое расстояние. Я беру его здесь в длину своего марша. Предположим на 7 метров. Могу его перенести с привязкой по центру. Перенес мне лестницу. Ладно, лучше за маркеры буду подвигать. Я отредактирую тогда расстояние. Дальше зацеплюсь за каждую ступеньку в отдельности и поверну ее на то расстояние, которое мне будет необходимо. Программа поможет вам строить параллельные ступени. Как вы видите, у меня появляется вспомогательная линия связи. И они будут располагаться на абсолютно одинаковом уровне от первой отредактированной ступени. Я могу видеть то, что у меня подсвечивается первая отредактированная ступень. С другой стороны буду тоже редактировать лестницу. По итогу я могу и подвинуть немного, увеличить ширину проступи нашей, если мне это будет необходимо, чтобы лестница выглядела достаточно эстетично. Сейчас посмотрим. Вот таким вот образом. После соглашения с данной операцией у меня лестница преобразится. Нажму на зеленую галочку. У нее еще и автоматически появится ограждение. Могу увидеть, как у меня в итоге выглядит моя лестница. Непонятно, согласитесь. Давайте построим другую. Возвращаясь на план первого этажа, перехожу во вкладку с новой архитектуры, если вы из нее вышли, лестница. Создаю лестницу. Начнем строение со стандартной однобаршевой лестницы. Опять же. Строю рядышком. Что-то получилось под углом. Откачусь назад. Одномаршевая лестница. Подсвечу данный марш. Преобразовать. И редактировать эскиз. Что мы с вами сделаем? Разорвем наш марш. 1800 здесь. 1800 здесь. Здесь получается нам нужна следующая ступень. И здесь следующая. Лишнее подрезал. Не забывайте нажимать клавишу Escape после выполнения действия. Подсвечу и лестницу, и наши подступенки. Воспользуюсь функцией повернуть. Перенесу. Центр. И поверну под необходимым мне углом. Пускай это будет 30 градусов. Ступеньку подровняю. С другой стороны проделаю все то же самое. Повернуть. Центр переношу. И опять же поворачиваю на угол 30 градусов. Расширяю назад марш. То он у меня сузился. 900. При помощи функции FATCO соединяю. Не с той стороны соединяю. Соединяю. Ступеньки выравниваю таким видом, чтобы лестница получилась более-менее красивой. Разрезаю при помощи функции разделения элементов направление подъема моей лестницы. Ну и теперь просто его скрепую со своей лестницей. Соглашусь с выполнением данного действия. Посмотрю на трехмерном виде. Нажал на зеленую галочку. Вот у меня получилось вот такого вида лестница. Что я сделаю теперь? Давайте поработаем. На самом деле стандартную лестницу всегда можно переобразовать в эскиз. А как вот изначально по эскизу сделать лестницу? Окей. Вкладка архитектура. Лестница. И у нас есть возможность рисования лестницы по эскизу. Первоначально. Опять же начнем с одномаршевой сложной лестницы. Рисовать эскиз. Давайте сделаем ее волнообразной. Еще чтобы перед входом у нас первые ступени были красивые. Итак, дуга. Сделаем лестницу волнообразной. Но не сильной. Иначе потом проблемы будут с косауром и тетевой. Копировать. Для тех, кто не понял, что я сделал, я перешел вкладку архитектуры, опять же лестница и нажал, давайте сейчас меню выполнения данного действия, лестница. И дальше уже создать эскиз собственноручно. При формировании эскиза мы опять попали в панель рисования, где опять же есть граница. Это будут зеленые линии, черные линии под ступенка, синие направление подъема. И в направлении моей лестницы я ее делаю тем видом, который мне на данный момент необходим. Чтобы она шла у меня волной. Скорее всего она получится длинной, я ее не учитал. А сейчас будем удалять все, что нам не нужно. Пускай она будет не 900, а 1,5 метра. Строим под ступенок. Сначала первый. Потом мы его закруглим. При помощи функции сместить. Смещаю на 300 опять же миллиметров. Смещаю на 300 в своей ступени. Главное не торопиться. Снизу вижу сколько мне нужно раз общел. Я могу на самом деле нажать несколько раз. Дальше при помощи функции копирования их поставить. Либо спокойно создавать их вручную. И вижу то, что у меня осталось. И два. Один. Как мне их все совместить? Ну, во-первых, давайте граничные сначала соединим. Эти линии скиданы мне уже не нужны. Граничные просто функции обрезать. Фаской называю, по примеру, с автокадом. Работает, потому что точно так же. Мы с граничными разобрались, как выделить все остальные. У меня есть функция обрезать-удлинить несколько элементов. Нажму на нее. Нажму на линию, до которой нужно удлинить. И с зажатой левой клавишей мыши выделю элемент. Снова удлинить. Снова линию. Снова выделяю. Enter. Вдарение последнего действия. Линия. Выделяю. Escape. Enter. Линия. Выделяю. Закруглим первые наши ступени. Воспользуюсь функцией дуга по начальной конечной точке. Но строите подступенок, а не границу. Скажем, я буду подступенок. А мы его вот здесь округлим. Нет, так будет непосимо. От этой линии уже могу избавиться. От зеркалю. Нарисую ось. От зеркалю элемент. При помощи функции перенести его перенесут границы. Замкну. И немного поменяю радиус. Выделю все. И просто перенесу их ближе. Либо, чтобы у меня граница сместилась. Подровняю границу. А уже потом перенесу. Направление марша. Так как у меня функция выбрать линии не работает. Направление марша мне придется делать аналогично моему фондуру. Чтобы в итоге потом, когда мы с вами будем подрезать нашу лестницу на плане нашего этажа. И не получилось таким образом, что она выглядит очень и очень страшно. И доведу. Соглашусь с выполнением данного действия. Соглашусь с построением лестницы. Он опять же не смог сделать тетиву. Как я уже говорил, у криволинейных лестниц нужно будет смотреть. А, он с опорой. Окей. Вот такая лестница у меня получилась. Как сделать из винтовой лестницы лестницу квадратную винтовую? А то в Revit только круглые есть. Кладка архитектура. Лестница. Проектирую винтовой марш. Ставлю первую базовую точку. Ставлю вторую. Окей. Если у вас лестница после построения винтового марша не появляется, функция преобразовать, ее нужно расширить. Программа просто не дает на данный момент ее нормально сделать. Считает то, что ее невозможно будет построить. Можно потом эскиз подровнять, сделать ее уже. Преобразовать лестницу по эскизу. Редактировать эскиз. Внешний контур я вообще могу удалить. Проектирую границу в виде квадрата. Пускай будет какой-нибудь такой. Только разорву его. Райние мои подступенки при помощи функции обрезать-удлинить соединяю. А все остальные аналогично. Обрезать-удлинить несколько элементов. Выбираю элемент. Выбираю, какие элементы нужно удлинить. Главное не промахнуться. Вот с этим элементом я промахнулся. Снова обрезать-удлинить несколько элементов. Выбираю, что мне нужно удлинить. Enter. Элемент. Выбираю, что мне нужно удлинить. Соглашусь с выполнением данного действия. Я вижу то, что лестница у меня из круглой винтовой превратилась в пайратную винтовую. Либо можно сделать прямоугольную. Как вам удобно. Аналогичным методом проектируются все возможные лестницы. Здесь у меня проблема возникла с тетевой. Из-за угла. Как построить Т-образную лестницу? Все достаточно, кажется, сложно, но все достаточно просто. Прекажу на план первого этажа снова. Вкладка архитектура. Лестница. Снова строю 10 моих подступенков. Мог и меньше сделать. Выбираю привязку маршем. В данном случае маршем справа. Потому что я буду откладывать ее в правую сторону. Откладываю оставшееся количество. выделю маршем. Выделю маршем. Воспользуюсь функцией зеркало. Зеркалью в противоположную сторону. Смотрю, что у меня требуемое количество совпадает с фактическим. Но у меня еще направление не задано. Выделяю площадку. Преобразовать. Чисто площадку. Редактировать эскиз. Направление тоже зеркалю. Соглашаясь с выполнением данного действия. Соглашаясь с построением моей лестницы. На трехмерном виде я наблюдаю Т-образную лестницу. Вот таким образом. Вот такой у нас маленький набор лестниц. Которые можно сделать и сложной формы, и стандартные лестницы. Про беззабежные лестницы я уже говорил в видео про строение плана второго этажа. На данный момент заострять не вижу смысла. Только время тратить. Скоро будет еще новое видео. Если вам понравились данные видео, вы знаете, что нужно делать. Всем спасибо, что были тут. Всего доброго. Продолжение следует.